Движение, обвиняющее молодых, инициативных и целеустремленных. В городском округе торжественно открыли первичное отделение российского движения детей и молодежи. Проект, который поддержал президент страны Владимир Путин, будет реализован в каждом муниципальном образовании. Подробнее о нем расскажут мои коллеги. 51-я школа теперь не просто общеобразовательное учреждение, а Центр развития молодежи, где представлены самые разные направления. От спорта и науки, до экологии, до пробольчества. Здесь можно ознакомиться с азами актерского мастерства и телепроизводства или научиться делать роботов и проводить лабораторные исследования. Мы преподаем робототехнику для начальных классов. То есть, в целом, ребята третьих-четвертых классов уже работают на таких наборах. Набор называется «Лего-ЕВ-3». Это специальные образовательные наборы, которые созданы для обучающего процесса. Основой здесь – это конструирование и программирование. Четыре мотора превращаются в довольно большую функциональную вещь. Российское движение детей и молодежи – это новая площадка, где можно реализовать свои таланты и способности. Стать частью большой организации может любой ребенок старше шести лет. Организуется все на базе школы. Есть человек, ответственный за деятельность такой организации. Либо это советник по воспитанию, либо заместитель директора по воспитательной работе. В каждом учреждении свой подход. И если ребята хотят вступить, соответственно, они подходят, обсуждают этот вопрос, аргументируют, почему они хотят стать членами этой организации. Ну и, соответственно, пишут заявление и являются членами этой организации. В состав новой организации войдут все дети, которые были членами российского движения «Школьников». На сегодняшний день в городском округе их более шести тысяч. Но движение «Первых» охватит еще больше активных и талантливых ребят. Очень правильное название – «Движение «Первых». Вы первые, вы лучшие. И мы смотрим на вас, так как вы – это продолжение всей нашей страны. Вы – потомки тех великих людей, великих подвигов, великих страниц истории, которые вписаны в золотую книгу истории нашей страны. Все закладывается в молодые годы, в школьные годы. Я часто бываю в школах и говорю следующее, что самое сложное у человека – это научиться учиться. Это самая тяжелая работа. Все остальное, оно складывается по ходу. Вступление первых люберецких школьников в новое движение прошло в праздничной обстановке с выносом флага, исполнением гимна и выступлениями артистов. Самым торжественным моментом стало произнесение клятвы. «Видушь! Видушь! Видушь!» Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.